Сегодня ночью Лилию Бабок доставили в краевой перинатальный центр из Кондратова, а уже утром она стала мамой. Каталина – вторая дочь в семье. Эти роды не сравнить с предыдущими, говорит женщина. Условия здесь, можно сказать, тепличные. Поэтому вопрос, где рожать третьего ребёнка, а он есть в планах, перед Лилией не стоит. Мне очень повезло, я считаю, что я попала именно в этот роддом. Врачи, акушеры все помогают. Здесь палата отдельная, чуткая помощь. Они вообще молодцы. Краевой перинатальный центр принимает пациенток со всего Прикамья. Приоритет – тем, кому нужно особое внимание специалистов. Здесь оказывают помощь будущим мамам с сопутствующими заболеваниями, осложнённым течением беременности и высоким риском трудных родов. Сейчас медицинское учреждение работает в составе краевой клинической больницы. Планируется, что с 1 июля перинатальный центр станет автономным. Предстоящие изменения с его коллективом обсудила министр здравоохранения Пермского края. Сегодня, придя в коллектив и спросив, какие вопросы, возникл вопрос по транспортировке работников, потому что на сегодняшний день выделена машина краевой клинической больницы, и нужно организовать доставку. Для нас это понятно. Специалисты отмечают, должно стать эффективнее взаимодействие с различными отделениями краевой больницы, хирургическим отделением 15-й детской больницы и федеральным кардиологическим центром. Это позволит улучшить качество оказания помощи, оперативность её оказания, и, что самое главное, в полной мере использовать все финансовые средства, которые государством направляются на развитие службы материнства и детства, в том числе все преференции, которые выделяются государством. Повышение эффективности родовспоможения и детства – одно из основных направлений программы развития здравоохранения в Прикамье, разработанной по поручению губернатора Виктора Басаргина. Только в этом году на развитие краевого перинатального центра выделено 30 миллионов рублей. Эти средства пойдут на расширение отделений патологии беременности, реанимации и второго этапа выхаживания. Александра Михеева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.